По Дерибасовской гуляют не спеша, по Брестской набережной тоже. Каждый человек хочет насладиться красотой природы, спокойствием водной глади, подумать в тишине. И последнее, чего ожидает прогуливающийся человек, наезда лихачей, велосипедистов, скутеристов или роллеров. Здесь такое происходит часто. А для того, чтобы избежать столкновений, стоит помнить, что у каждого своя дорога. Асфальт для двухколесного транспорта, тротуарная плитка для пешеходов. И никак иначе. Но даже эту простую истину не все могут усвоить. Нередки случаи, когда велосипедист или скутерист рассекают по тротуарной дорожке, ставя под вопрос безопасность прохожих. Но и пешеходы не проще нарушить правила и пройтись по асфальтированной дороге, где становятся помехой для любителей активного отдыха. Мы когда видим, что едут велосипедисты или роллисты, мы всегда сходим на боковую, для того, чтобы не мешать. Они приезжают, и мы опять идем вперед. Понимаете? Поэтому, мне кажется, что мы друг другу не мешаем. Мы вступаем в дорогу сразу. Конфликты у нас не было, но бывает, мы от них как бы уходим в сторону, или они от нас уходят в сторону. Потому что мы иногда и сами не по правильной дорожке идем, потому что я считаю, что по этой должны ездить велосипедисты, а мы ходить по тем. Но мы, бывает, тоже гришим тут ходим. Если так подумать, надо, конечно, раздалить. Да, здесь мы редко, но вообще разделение дорожек должно быть. Я так думаю. Ну, а что делать? Молодежи надо кататься. Мы бы и сами катались. Дети, они бегают. Конечно, надо быть немножко осторожнее. Ну, и родители тоже должны смотреть за детьми. Если все будет гармонично, то все будут довольны. Но на данный момент довольны не все, и о проблеме горожане высказывались во время проведения прямой телефонной линии Игорем Цруком, первым заместителем главы администрации Ленинского района. Оставить без внимания этот конфликт невозможно. Проблему нужно решать. На прямую телефонную линию поступило несколько звонков, которые касались одной и той же темы. Это набережная, это невозможность спокойно отдохнуть, потому что большой трафик велосипедистов, много молодежи катается на самокатах, на гироскутерах, на роликовых коньках. В связи с чем мы решили навести там небольшой порядок, но порядок связан с тем, что невозможно поставить там милиционера и применять какие-то административные меры воздействия. Здесь больше порядок в части того, чтобы достучаться до сознательности людей. Решить проблему помогли предприниматели. На асфальтированной дорожке Брестской набережной они нанесли новую яркую разметку. Не заметить ее просто невозможно. Напоминает она сигналы светофора, только в графическом исполнении. Принято решение, согласовано с городом, что нанесется разметка в виде значков, что движение пешеходам по этой дорожке запрещено, разрешено будет самокатом, фигвеем, роликом, велосипедом. Проблема не в том, что у нас люди говорят, что все самокаты сдаются на набережную. Есть другие прокаты в городе, где можно взять самокат и поехать пытаться на набережную. Очень простая система, потому что есть предприниматели, которые дают их, кто-то через интернет, кто-то дает где-то, точки проката стоят в городе. Но люди берут там самокаты и катаются именно по набережной. Но жалобы идут только на тех, кто работает на набережной. И как бы за это обидно, поэтому приняты меры, инициатива своя, чтобы нанести разметку для начала, а дальше будем смотреть, что будет получаться. Есть надежда, что данное решение разрешит конфликт между пешеходами и велосипедистами. Как говорят, надежда умирает последней. Но пока нанесенная разметка именно пешеходов не останавливает. Наверное, не привыкли. Что будет дальше, посмотрим.